Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И мы продолжаем читать вместе с вами, рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня перед нами 14 глава. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Обычно мы прекрасно понимаем и говорим, и как бы предполагаем, что Спаситель он всегда в некой такой конфронтации к фарисеям, или точнее фарисеи в конфронтации ко Христу. На самом деле это не было общим правилом. И даже более того, взять книгу Деяний, уже когда Церковь Христова, когда апостолы проповедуют, и оказывается в числе христиан, в том числе и уверовавшие фарисеи. То есть многие из фарисеев они уверовали. Там даже упоминается, что было много уверовавших из фарисейства, из фарисейской ереси, ну иудейской ереси. А вот саддукеи, про них ни слова, кстати, чтобы кто-то из саддукеев уверовал. То есть саддукеи, они настолько были в своем укоренены, там отрицали воскресенье, отрицали бытие духовного мира, души ангела, что вообще какая-то странная такая картина саддукейского мировоззрения. И вот мы не встречаем ни одного случая, чтобы кто-то уверовал из саддукеев. Хотя просто, может быть, это нам неизвестно, от фарисеев многие. И когда Спаситель ходил, то его окружала очень такая разношерстная толпа, не только последователи его, ученики, не только раскаившиеся мужчины, женщины, бывшие блудницы, мытари, но в том числе ходили и фарисеи, потому что они видели во Христе нечто необычное, они слышали живое слово, и это их тоже вдохновляло, оживляло. Многие законоучители пытались, вот как бы, некие оттенки понимания ветхозаветного писания, вот они пытались это воспринять от Христа, потому что слово его было словом мудрости. И вот поэтому с некоторыми из фарисеев складывались, ну, в принципе, неплохие, не то чтобы дружеские, но неплохие отношения, и даже приглашали такие фарисеи Спасителя в дом. Это же не просто так, что вот в субботу случилось ему прийти в дом одного, причем начальников даже фарисейских. То есть не просто, что шел-шел и вдруг раз и зашел в дом какого-то фарисея. Нет, его пригласили. Пригласили из уважения, потому что чувствовали, что вот есть что-то подлинное во Христе, чистое, мудрое, и причем даже начальник фарисейский, и для того, чтобы была предложена трапеза. Но когда он появлялся, то, конечно же, сказано, они наблюдали за ним, потому что все поведение Спасителя, оно тоже вызывало много вопросов, и, вы понимаете, не было телевизоров, не было газет, и поэтому то, что видели что-то необычное, потом это обсуждали, это рассказывали друг другу, высказывали разные мнения, спорили, и вот Христос, Он, как такая вот живая книга, сами его поступки, они вызывали много обсуждений, споров, и поэтому, конечно же, с интересом наблюдали за ним. А тут что происходит? И вот предстал пред него человек, страждущий водяную болезнь. То есть, видимо, либо это вот кто-то из гостей, либо просто, когда Спаситель заходил внутрь, да, то тут же вот появляется человек больной водянкой. Ну, водянка, тело распухает, я уж не знаю, там то ли эндокринные системы, то ли чего-то болеет, выходит из строя, и болезнь вообще тяжелая. Мы знаем, что преподобный Серафим Саровский, он чудесным образом еще в юности, в молодости исцелился от этой болезни по благодати Божией. И вот здесь тот, кто и преподобного Серафима, да, вот впоследствии исцелит, и он вот этого человека тоже исцелит, Господь наш Иисус Христос. И Спаситель, он понимает, что все смотрят, и для всех вот как бы интересно. По всему случаю Иисус просил законников и фарисеев, то есть фарисеи – это блюстители обрядов, а законники – блюстители написанных правил, которые по памяти знали тексты Священного Писания, знали, когда что процитировать, и знали также законы толмудические. И вот спросил их Иисус, позволительно ли врачевать в субботу? Ну и они молчат. Там было как бы две традиции, в том числе среди, у толмудистов. И там в одной из традиций все-таки считалось, что какое-то врачество можно, а в другой считалось, что вообще ничего нельзя делать. И вот поэтому они молчат. «И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присим сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не то числе вытащит его и в субботу, и не могли отвечать ему на это». То есть, если вот домашнее животное ваше будет терпеть беду в субботу, вы же поможете ему? Вы же поможете выбраться из ямы ослу или валу? Хотя и суббота. Суббота – день покоя, но не так, что ты вот просто лежишь на диване, и все само собой перед тобой появляется. А все равно куда-то ты ходишь, там к чему-то притрагиваешься. Но они не знали, что ответить. Спаситель что пытается показать, что пытается объяснить этим людям? Что суббота, как день покоя, она дана для того, чтобы люди обретали истинный покой. А какой же покой был у того страждущего человека? Вот он болен водянкой, он болеет, ему там тяжело и лежать, и дышать тяжело, он страдает. И Христос и есть наша истинная суббота. Христос и есть наш подлинный покой. Он есть покой наш, он есть мир наш, сказано у апостола Павла. И поэтому Спаситель и приносит подлинный покой тому человеку, исцеляя его от этой болезни. Ну да, вот кстати здесь не написано, каким именно образом Спаситель исцелил того человека, но это несомненно произошло. А здесь как бы больше вот внимание обращается на что? На вот эту вот ситуацию недопонимания между Спасителем и фарисеями. Продолжаем дальше. Ведь они пригласили его для чего? Для того, чтобы вкусить пищу. То есть некий пир такой тут намечался. И вот после этого исцеления, обсуждения насчет больного водянкой, все начинают уже усаживаться за почетные места, замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. А званные те, которые были позваны на эту вечерю, ну или там какой-то был там обед у них, или что. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. То есть, видимо, Спаситель увидел, как именно вот эти званные тут же спешили занять место ближайшее к хозяину, хозяин-начальник фарисеев. И они, видимо, каждый считали себя наиболее высоким таким, наиболее статусным. Поэтому и стремились занять самое первое место на перу. Ну, видимо, почему? Потому что тогда бы они лучше слышали, что говорит хозяин дома. Тогда бы им первыми преподносились бы какие-то блюда, им первым разливалось бы вино. И получается так, что эти люди думали прежде всего о самих себе. И Спаситель, наблюдая вот эту немножко такую комичную ситуацию, когда они суетятся, пытаются вперед пройти, а Спаситель как раз в стороне и не пытается занять лучшее место. Он говорит, когда ты будешь позван кем на брак, ну, в данном случае это, конечно, он-то приглашен не на брак, да, а он говорит вообще про брак как некое торжество. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. Что бы ни случилось, кто из ванных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. То есть получается, что если бы ты прошел, так сказать, вперед стола, и вдруг придет человек, который более высокий, нежели ты, то получается, что ты же не будешь всех передвигать уже, которые сидят. Иначе тогда там все 20 человек, они должны будут пересаживаться. А тебя посадят уже, уберутся с первого места и посадят туда, где есть свободное. А свободное, скорее всего, будет как раз вот с конца. И туда тебе придется идти. Получается, как бы, некоторые из грязи в князи, а тут наоборот. Из князи в грязи. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Вот Спаситель показывает, что самомнение и самовозвышение, оно всегда завершается стыдом. Вот как в Ветхом Завете еще где-то там вот в притчах или в премудрости Соломонов сказано, придет гордость, придет и посрамление. То есть если ты высоко подымаешь свой нос, если ты задираешь, так сказать, голову, то непременно ты не заметишь, что под ногами споткнешься, упадешь, расшибешь себе лоб. И это все завершится неким позором, посрамлением. Поэтому и лучше как раз начинать вот с последнего. То есть вообще забыть про самого себя. Если ты забыл про самого себя, то ты не будешь искать себе первого места. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь предсидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. И на самом деле это вот такое универсальное правило для сохранения лучших, вот, прекрасных, правильных отношений в любом коллективе, с ближними. Не стремись занять лучшее место, не бери себе лучший кусок, да. Вот забудь про свою гордыню, забудь про самого себя, и тогда с тобой все будут уживаться, да. Тебя будут уважать, тебя будут любить, и к тебе будут тянуться. Если ты возвышаешь сам себя, то все время будешь на кого-то обижен. А вот как преподобный Силуан Афонский говорил, что тайна рая есть тайна смирения, и там меньшие радуются, когда видят славу больших, да. И они радуются, что они самые меньшие, то, что кто-то наделен больше райской славы, потому что тайна рая есть тайна смирения. Еще он говорил, что если гордого человека поместить в рай, то он и там будет недоволен. Он скажет, почему я не на первом месте, да. И вот гордый человек, он хоть где его помести, хоть в Царство Божие, он везде будет роптать, везде будет высказывать какое-то негодование. А смиренный человек обретает покой, и всем бывает доволен. Вот про это говорит Спаситель, как бы, каким образом к этому приблизится. И суть такова, что всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. То есть вот старайся обрести смирение, и Господь тебя возвысит. «Сказал же и позвавшему его, когда мы читаем это, то получается, что мы уже воспринимаем это как некую аллегорию, и трудно даже сейчас найти, чтобы кто-то, когда вот праздник, да, там день рождения или еще чего-то, и он вместо того, чтобы родных звать, начинается звать там нищих, да, даже не соседей. Вот сейчас, если ты соседей зовешь, это уже достижение. Обычно все друг с другом не ладят, конфликтуют. А тут вообще говорится, что зови там нищих, увечных, хромых, слепых, в общем, тех, кто не может тебя отблагодарить, кто тебя не может позвать как бы взамен к себе на свое какое-то угощение. Но я вот вспоминаю, что у Шмелева «Лето Господне» описывается, и это же такие во многом автобиографические воспоминания, хотя художественно они развиты. Вспоминают, что по праздникам у них дома всегда готовился отдельный, ну, специальный обед для нищих людей, и нищие тоже собирались, и вот всех там угощали по праздникам. То есть, на самом деле, до революции была такая традиция, конечно, кто мог, если кто-то концы с концами не сводит, как он вообще соберет какой-то пир, но те, кто могли, они угощали неимущих. И самое главное, вот, братья и сестры, правило, которое Спаситель пытается нам предложить, «Старайся делать добро тем, кто не может тебя отблагодарить». Вот если ты кому-то делаешь добро, и он тебя отблагодарит, то считай, что это добро у тебя отнято, потому что тебя уже отблагодарили. То есть, все, ты получил воздаяние за то добро, которое сделал. А вот если ты хочешь, чтобы это вот пред Богом имело ценность, если хочешь, чтобы это, как-то сказалось, в небесном райском царстве, то специально ищи вот кому помочь, кому какое добро сделать, чтобы этот человек тебя никогда вообще, в принципе, не отблагодарил. И вот тут вот если набраться мудрости такой, то как раз вот помогают во многом нам наши враги, так сказать, вот те, кто, кого мы воспринимаем как врагов, или наоборот, они нас воспринимают как врагов, то пытаются именно им оказывать какую-то помощь, какую-то поддержку, или даже просто молиться за них. То есть, тем помогать и тем делать добро, от кого мы, в принципе, не можем ожидать этого добра обратно. Вот к чему пытается призвать нас спаситель, чтобы наше добро, оно было абсолютно свободным, абсолютно бескорыстным, чтобы любовь была абсолютно жертвенной, чистой, ибо такая любовь – это и есть вот райская небесная любовь, и таковых есть Царство Божие. Да, и это воздастся в воскресении праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, то есть вот уже пир, получается, идет. Вначале мы видели, когда он только пришел, и там встречается вот этот человек больной водянкой, потом он видит, как они начинают занимать места, и вот уже идет этот пир, и спаситель уже что-то говорит, и рассказывает про то, кого звать лучше вот, ну, тех, кто не может воздать тебе. И, видимо, кто-то из присутствующих, он действительно с таким умилением заслушался, и говорит, услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием, да, то есть как бы соглашаясь с тем, что Спаситель говорит, он же, то есть Господь, сказал ему, и вот тут произносится притча, знаменитая притча о званных на ужин или на вечерю, один человек сделал большой ужин и звал многих. Вообще, это, сразу скажу, что эта вот притча, она толковалась, постоянно толковалась святыми отцами, очень много разных толкований, но мы предложим немножко вот свое толкование, хотя понятно, что главный смысл – это званные на какой? На какую вечер? На вечерю Царства Божия, если так вот прямо говорить, тех, кто призван участвовать в благах райской жизни, а ужин в данном случае только образ небесного блаженства. Итак, вот один человек сделал большой ужин и звал многих, а все мы на самом деле званные. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, «Идите, ибо уже все готово!» И начали все, как бы сговорившись, извиняться. То есть, все приготовлено, надо только подняться и прийти. И тут вдруг все начинают говорить, что там мне некогда, не досуг, у меня то, у меня это, и никто не идет. И на самом деле картина, она сейчас именно вот такая, что Спаситель уже все сделал. Спаситель искупил грехи человеческого рода. То есть, Спаситель, помните, когда он пострадал, то он не сходит в ад, чтобы вывезти людей. То есть, двери ада сломлены, оттуда все выводятся. Спаситель открывает райские двери. То есть, и двери ада он открыл, чтобы оттуда вышли, и двери рая он открыл, чтобы туда все входили. И получается так, что теперь и туда, и туда двери открыты, и ты сам можешь пойти, куда захочешь. Хочешь, иди в рай, а не хочешь, то, пожалуйста, двери ада тоже открыты, и вот чего ты изберешь. И оказывается, многие люди, они равнодушны к небесному райскому царству. Их это совершенно не привлекает, потому что им кажется, что у них есть много чему посвятить себя в этой земной жизни, а потом земная жизнь вдруг раз, закончилась, и все. Оказывается, они не шли вот этой к небесной райской вечере. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Тут как бы три вот таких, да, три варианта не очень хороших. Предложу свое толкование, потому что святые отцы и богословы, и современные экзегеты, они очень много говорят, и нет смысла предлагать, повторять все это. Тут речь идет о чем? О том, что о неких вот приобретениях, да, вот я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. То есть, такие люди стремятся к чему-то земному. Вот очень многие наши современники, они любят проводить время в магазинах, они любят ходить в какие-то гипермаркеты и ходить вот между прилавками, рассматривать различные покупки. То есть, для них это своего рода такое путешествие, когда они там с тележками или без тележек, рассматривают продукцию, вот читают про нее, разглядывают, или они даже вот куда-то ездят, что-то посещают, любят рассматривать землю, да, и те или иные территории, и про храмы совершенно забывают. Даже когда они видят храмы, для них это просто как архитектурные какие-то строения. И вот все это как раз относится к первой категории. Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. То есть, полная привязанность такое к земному, в самом грубом смысле. Вот действительно, кто-то выезжает на дачу, в храм ему идти некогда. Кто-то пошел в гипермаркеты в субботу во время всеночной, прогулял все это время, ему тоже идти некогда. И вот все в таком ритме. Другая категория. Другая сказала, я купил пять валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Вот кажется, что это подобно первым, на самом деле нет. А пять пар валов. А валы для чего? Для чего покупались вот эти пары валов? Для того, чтобы их запрягать, чтобы вспахивать землю и зарабатывать на хлеб насущный. И вот он идет испытать их. То есть, это люди, которые посвящают себя какому-то труду. В общем-то, он нужен, этот труд, для того, чтобы иметь пропитание. Но если труд вытесняет все остальное, то получается, что этому человеку Бог тоже не нужен. И бывает так, что часто мы встречаем, что человек, вот он, например, строит дом, или он ремонтирует машину. Вот каждый суббот он тоже идет там ремонтировать машину. Или вот он уезжает на дачу и трудится, 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 вскапывает огород. Он получает в этом какое-то удовольствие, комфорт. Комфортно ему на душе. Но Бог ему не нужен. То есть, в принципе, он не против храмов, не против богослужений, но он туда не идет. Ему некогда. Ему хочется, ему вольготно потрудиться с лопатой на огороде или автомобиль свой поремонтировать или что-то еще. То есть, для такого человека труд, он занял все пространство его души. Труд – это хорошо, замечательно. Но если Бог не нужен, то как же ты попадешь на вот эту вот вечерю небесного райского царства? Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». Ну, это уже понятно, что тут люди, они посвящают себя всецело такой вот семейной жизни, они уделяют друг другу внимание, да, детям, и при этом забывают, а, собственно говоря, вот кто благословляет брак, да, кто подает в семье детей, кто вообще даровал нам жизнь, и люди, как бы, они замыкаются на себе, и бывает так, что люди, вот, создают семьи, и как бы внутри семьи тоже вот замкнуты на самом себе, как бы такой семейный эгоизм, в семью, в семью, в семью, но при этом ни другие люди совершенно им не нужны, ни тем более Господь Бог, то есть, вот это та третья категория, «Я женился, и потому не могу прийти», как бы человек достиг какого-то, как говорят, простого человеческого счастья семейного, и к Богу сердце уже не обращается, «И возвратившись, раб тот донес осем господину своему, тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И вот действительно, когда люди вдруг начинают терять свой жизненный комфорт, то вот у них там была земля, которую они купили, вот предприниматели понакупают, и вот помню, раньше, когда в начале 90-х годов в окрестностях Сергиева Посада понастроили такие каменные дворцы, такие особняки из красивого красного кирпича, такие фигурные, и вот они стоят, стоят, и казалось, что вот люди какие, ну, молодцы, недалеко от, относительно недалеко от Лавры купили, вот и такие дома добротные, а потом проходит время, и оказывается, что люди, которые купили, они там так и не появились, и вот эти дома, то там какие-то трещины пошли, то еще чего-то, то есть люди на пике какого-то, коммерческого своего, вот этого бизнес-успеха, что-то приобрели, и вдруг в жизни начало все рушиться, и они не смогли воспользоваться, то есть они жили какой-то мечтой, фантазией, и не понимали, что сердце надо изначально было отдавать Богу, и вот этот путь, он завершился крахом, вот, и так вот эти многие особняки оказались, они не востребованы, потом продавали, потом перепродавали, и получается так, что Господь часто вот ставит человека на место, ну, кто вот эту землю купил, кто там пять пар валов, сейчас бы там пять пар мерседесов, допустим, он купил, хочет их испытать, а потом все это начинает рушиться, и вот когда человек уже попадает в совершенно иную категорию, в категорию вот этих нищих, увечных, хромых, слепых, то тогда он вдруг начинает вспоминать про Бога, и уже в простоте своего сердца молится, каяться, и таких-то людей Господь берет, потому что уходит вся вот эта напышенная гордыня, что, собственно говоря, вот эти приобретения, это как бы разновидность гордыни человеческой, как мы цитировали уже слова Премудрого Соломона, придет гордость, придет и посрамление, и вот все это рушится, и людей уже простых, смирившихся, Господь призывает, и они быстрее откликаются. «И сказал раб, Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». То есть, да, вот все, которые смирились, которые обрели уже кроткий, терпеливый дух, простое сердце, искреннее, любящее, они пришли, и оказывается, что в доме Отца Небесного действительно обителей много, не просто много, а изобилия, и когда наполнено, то еще есть место, а если еще наполнено, то еще, потому что это бесчисленное, потому что благо Божие безграничны, как безграничен сам Господь Бог. Да, ну вот тут, правда, что говорится, да, что, да, Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо, сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». То есть, все мы призваны, все, кто родился, уже призваны к вечной жизни бессмертной. Каждый человек образ Божий, значит, он призван к спасению, но быть призванным не значит откликнуться на Божие призвание, поэтому избранными становятся те, которые пошли, откликнулись и пошли по этому пути. И часто, как святые отцы толкуют, что вот эти званные, это те самые иудеи, представители богоизбранного народа, чада Авраама, которые Господь их всех позвал, а в итоге куда они направились сами? Куда-то в сторону. Поэтому оказались вне числа избранных. С ним шло множество народа, то есть, вот уже дальше мы читаем, что спаситель уже покидает этот дом начальника фарисейского. Видимо, Лука, он что-то вот отчасти записывает некими фрагментами, что была вот эта вот беседа в доме начальника фарисейского, а потом он уходит и вот ну, когда уже вечеря закончилась, с ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И вот кажется, какие страшные слова, да, но на самом деле вот когда люди человеческая ненависть, она всегда избирательна, то есть человек, он кого-то любит, кого-то ненавидит, если кого-то ненавидит, он даже не хочет видеть этого человека, да, и ненавидит он, почему? Потому что он как бы себе чего-то ожидает, себе ожидает какого-то блага, а здесь Спаситель говорит совершенно о другом, вот как Святитель Игнатий толкует, есть понятие святой ненависти, и говорится не о том, чтобы там возненавидеть именно отца, детей, но и при этом самой жизни своей, то есть понять, что главная ценность, главная ценность в том, в том, кто и даровал нам эту жизнь, кто даровал нам родителей, братьев, сестер, жену, детей, кто даровал нам самую нашу жизнь и призвал к нас к бессмертию, то есть в Боге, потому что от Бога всякое благо, и вот это на первом месте, если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте, и возненавидеть, то есть понимать, что есть некая иерархичность, и на первом месте именно Господь, вот как это было в житии великомученицы Варвары, у которой отец, отец-язычник, и хотя она любила отца, но взгляды отца она не разделяла, потому что для нее на первом месте стал Христос и Евангелие, и даже когда отец всячески пытался ее склонять, да, вот отвести от веры во Христа, то нет, вот как бы святая ненависть, это значит, что ты не принимаешь то вот от близких людей, что будет отводить тебя в итоге от Бога и от спасения, об этом идет речь, а не в том смысле, что вот надо посчитать родных, своих родных за врагов, Господь говорил любите врагов ваших, да, поэтому в принципе не может быть никаких врагов, вот как в книге Дедахии сказано, вы же любите ненавидящих вас и не будет у вас врага, вот если ты любишь тех, кто тебя ненавидит, то ты их не будешь воспринимать за врагов, а святая ненависть означает, что уже вот сердце твое, сердце твое, оно прежде всего посвящено Богу, а родные, близкие и самые жизненные, это им, это дар Божий, это дар Божий, поэтому этот дар принимается в связи с самим Господом Богом, и кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником, спаситель произносит это в первом веке, и вот это наименование креста, вот оно могло быть непонятно, допустим, во времена там, скажем, царя Давида, да, хотя там тоже и у него псалма говорилось, то, что про пронзение там рук и ног, да, или у пророка Исаии, но это было в таком вот как бы прикровенном смысле, а крест как страдание стал понятен, когда вот Римская империя распространилась, и Иудея была включена в состав Римской империи, а излюбленным наказанием для самых низших слоев было распятие в Римской империи, и при этом осужденные крест несли на себе вот к месту казни, и для иудеев первого века уже было понятно, что если кто-то несет на себе крест, значит, он идет к месту казни, и это все такая вот как бы тяжесть, да, неимоверная, и спаситель говорит, что вот каждый человек он несет какой-то свой жизненный крест, то есть тягости мира своего, и мы должны их понести, но при этом как? Следуя за Христом, а если мы стараемся как бы сбросить с себя этот крест, и Господь как бы для нас тоже ничего не значит, то как мы будем его учениками? И дальше спаситель произносит тоже еще одну притчу, уже она такая немножко прикровенная, но она как раз объясняет вот этот смысл вот этого несения креста и вообще духовной брани. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Ну, вот как мы упомянули эти дома предприниматели, которые начали строить, а потом не могли окончить, потому что не рассчитали своих средств. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами, иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть смысл здесь какой, что духовная жизнь это вообще вещь очень и очень серьезная. И если ты приступаешь к духовной жизни, то ты должен быть полон решимости идти до конца за Христом, неся свой жизненный крест. Вот если кто-то, допустим, приходит креститься, но не собирается вести духовную жизнь, это то же самое, как люди в брак вроде бы вступают, а женятся по кратковременной страсти. Говорят, вы повенчаете нас, мы хотим быть венчаны, чтобы брак был благословлен, а они, понимаете, не соразмерили свои силы. И вот они как бы тоже пытаются построить вот эту башню семьи, но заранее не высчитали издержек. И оказывается, у них сил не хватает построить вот эту башню, или дворец семейного счастья, потому что руководствовались какими-то кратковременными чувствами. И такие браки разваливаются, даже если человек принял таинство венчания. Вот так и когда кто крестится, но у него нет желания вести духовную жизнь, он очень быстро терпит поражение. Поэтому когда мы приступаем к каким-то таинствам, хотим заключить таинство брака, венчаться, любое другое таинство, то мы должны прежде рассчитать, а потянем ли мы это. Но по большому счету, если ты идешь за Христом и доверяешься Христу, то Христос начинает тебя сам вести уже за руку, и он проведет хоть через какие трудности, он непременно выведет тебя. Поэтому говорится, что всякий, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. То есть ты отрекись от своего эгоизма, от самоуверенности, доверься Господу, и тогда будешь учеником Христовым. А после этого Спаситель произносит вроде бы совсем такую мудреную вещь, соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее, ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. И в общем-то понятно, если мы смотрим в целом евангельское учение, соль это что подразумевает? Спаситель вот в Евангелии от Матфея он говорит, вы соль земли, то есть вы соль мира, а соль она что? Она спасает от гниения, когда засаливают какую-то пищу, ну знаете, там селедка или еще какая-то пища, то она не портится. Соль спасает от гниения. И христианство призвано быть солью этого мира, чтобы спасать от нравственного гниения этого мира. И потому что мир, он легко разлагается какими-то греховными страстями, а христианство призвано преображать, очищать, возвышать. И вот если представьте себе, что поэтому соль это добрая вещь, она спасает, но если она потеряет сил, чем исправить ее? И когда христиане только по имени христиане, а живут как язычники, рассуждают о целомудрии, при этом блудят, говорят о смирении, но при этом начинают выставлять себя, выпячивать свое я, о скромности какой-то рассуждают, но стремятся к обогащению, то соль она теряет свою силу. Поэтому, конечно, суть-то в чем? В том, чтобы поменьше разглагольствовать и лучше именно жить по-христиански, вот как да, вот как преподобный Паисий Святогорец, который особо-то никогда не стремился быть проповедником, уехал из мира, поселился на Афоне, до этого на Синае какое-то время жил, и там вообще искал затвора просто в какой-то келье. Но его жизнь, она настолько была чистой и благодатной, что весь мир уже потянулся за ним. То есть, вот пример подлинной соли, которая преображает. И через слово старца Паисия разрешались проблемы многих людей. А если соль теряет свою силу, как это у нас часто бывает, то она ни во что не годится, и она ее выбрасывает вон, и тогда ее попирают. Кто имеет уши слышать, да слышит. Постараемся же, братья и сестры, слышать Божие слова евангельские, не только слышать, но исполнять услышанное. Дай нам, Господь, хотя бы немножко исполнять вот евангельские заповеди, чтобы быть подлинно учениками Христовыми. Храни вас, Боже, до следующего в разы, когда мы будем продолжать чтение Евангелия от Луки. КОНЕЦ